Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Больше школ и дорог. Чебоксары подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Удостоверение многодетным. Порядок выдачи документа утвердили на заседании Кабинета министров республики. Точные координаты и высоты. Геодезисты соревнуются в чемпионате рабочих профессий. Несколько раз увеличивали бюджет, ввели в эксплуатацию новый московский мост, построили рекордное количество жилья. И все это за 2018 год. На расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов подвели итоги работы. Ольга Пырочкина подробнее. 2018-й для столицы был годом предюбилейным. Так что город активно готовился к 550-летию. Восемь раз изменялся главный финансовый документ Чебоксара в сторону увеличения его доходной части за счет поступления средств из вышестоящих бюджетов. Евгений Кадышев отметил, благодаря поддержке правительства и главы Чувашии за Волжье включено федеральную программу газификации. Завершение работ запланировано на май будущего года. Масштабные планы и на этот год. Удалось привлечь почти 2 миллиарда рублей. У нас в этом году ожидается масштабная реконструкция центральной части города. И мы действительно закончим реконструкцию Московской набережной в этом году. Начнем реконструкцию Красной площади и залива. Чебоксары должны стать не только красивее, но и удобнее для жителей. Ко дню города в столице появятся 2 новые школы, 10 детских садов, 3 дороги. Запланирован новый рекорд по воду жилья. Такой масштаб строительства в юбилейный год запомнится горожанам. Преображается центр города. Участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги» поможет решить бородатую экологическую проблему – построить очистные для ливневой канализации. На сегодняшний день уже выделены федеральные средства в размере 333 миллиона рублей. Сами себе представьте, что со всех дорог, отовсюду с города стекают стоки, и они попадают без очистных сооружений прямо в реку Волга. Данные очистные сооружения нас выведут на совсем другой уровень. То есть река преобразится. Иными словами, город активно участвует в федеральных проектах и привлекает инвестиции. Что касается собственных доходов, здесь тоже рост. Бюджет города исполнен в сумме 11 миллиардов 265 миллионов рублей. Рост собственных доходов составил 2% к уровню 2017 года. Однако по договоренности с Минфином этот показатель должен был быть почти в два раза больше – 3,7%. Республика всегда поддерживала столицу, вкладывала средства и, разумеется, ждет лучшей отдачи. Если сравнивать пятилетний период, межбюджетные трансферты выросли в полтора раза, как я уже говорила, городу Чебоксары. Но при этом собственные доходы у города выросли всего-то 5% к уровню 2014 года. За 5 лет 5%. Одна из причин – долги организации перед городским бюджетом по налогам за аренду помещений и земли. Городская казна недосчиталась около 500 миллионов. Их можно измерить в километрах неотремонтированных тротуаров и количестве неблагоустроенных дворов, отметил Михаил Игнатьев. Эти сотни миллионов рублей, они предназначены для кого? Для горожан, уважаемые коллеги. Прошу взыскательно подходить к тем направлениям, к тем позициям, которые я сейчас обозначил. Совместно с налоговой в прошлом году город провел более 100 заседаний. Вернуть в казну удалось уже 62 миллиона. Так или иначе, векторы работы заданы. До 550-летия остается чуть больше полугода. А сегодня о своей работе отчитывались власти города Спутника. За прошедший год Новочебоксарск добился неплохих результатов. Экономика муниципалитета развивается. Задачи на перспективу на расширенном совещании обозначил глава Чувашии Михаил Игнатьев. В прошлом году в бюджет муниципалитета поступило больше собственных доходов. Только от аренды имущества Новочебоксарск получает многомиллионные суммы. Неплохо развивается промышленный сектор. Оборот предприятий превышает 50 миллиардов рублей. За последние годы, отмечает глава республики, изменился и облик города Спутника. В рамках приоритетных программ отремонтировали десятки дворовых территорий и самые аварийные участки дорог. В планах благоустройства Ельниковской рощи у муниципалитета большой потенциал. Михаил Игнатьев озвучил итоги проведенного опроса жителей. Большинство новочебоксарцев волнуют проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и качества оказания медицинской помощи. Какие именно задачи перед местными властями обозначил глава региона, расскажем в следующем выпуске программы «Республика». Многодетные семьи Чувашии смогут получить удостоверение и посещать учреждения культуры и физкультурно-оздоровительные организации на льготных условиях. Порядок выдачи сегодня утвердили на заседании Кабинета министров. Удостоверение многодетной семьи. Официальный документ, подтверждающий статус. Получить его может один из родителей, воспитывающий трех или более детей до 18 лет. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления мер социальной поддержки, предоставить документы. В течение 10 дней мы рассматриваем и через 5 дней выдаем удостоверение. В числе рассмотренных вопросов – субсидии городам и районам на благоустройство дворов и общественных мест. 385 миллионов из федерального бюджета, почти 3 миллиона средства республиканского. Распределение пройдет по методике Министерства строительства и ЖКХ России. Первое – это должно быть в населенных пунктах не менее тысячи человек проживающих. Второе – это количество домов многоквартирных, участвующих в программе капитального ремонта. И количество людей, проживающих в данных муниципальных образованиях. 457 новых объектов появятся в республике благодаря программе «Инициативное бюджетирование». Что обустроить в своем населенном пункте выбирают жители. Разрабатывают проект, вкладывают свои средства, к которым добавляют деньги муниципального бюджета и республиканского. На 2019 год на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотрено 227,3 миллиона рублей. Из них на территории городских округов 17,5 миллионов рублей, на территории сельских поселений 209,8 миллионов рублей. 160 проектов направлено на благоустройство объектов коммунального хозяйства. 151 на ремонт и строительство автомобильных дорог местного значения. 34 на создание детских и игровых площадок. Инициатива не наказывается, а инициатива поощряется. И огромные средства мы выделяем. На начальной стадии реализации этого проекта мы даже сами не рассчитывали, что это так сильно будет востребовано нашими жителями. По факту на самом деле очень здорово. Это как раз связь с народом. Механизм работает в республике не первый год. Благодаря инициативному бюджетированию в сельских поселениях построено 13 участков автомобильных дорог. 19 детских площадок и парковых зон. Проведен ремонт в 23 школах, домах культуры и детских садах. Самые активные – жители Маргаурского района, Красночитайского, Канажского и Урмарского. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика. Максимальная сумма микрозайма для предпринимателей увеличивается до 5 миллионов рублей. Поправки в федеральный закон приняли депутаты Государственной Думы России. Раньше предпринимателям могли выдать только 3 миллиона рублей. Но не каждому было достаточно и этой суммы. Нехватку в денежных средствах испытывают многие бизнесмены. Микрозаймы решают эту проблему. В рамках государственной программы кредиты предпринимателям выдают под минимальные проценты. Предоставление микрозаймов как в этом году, так и в прошлых годах остается в приоритете. И, в общем-то, учитывая все это, мы в рамках нашего национального проекта предполагаем получить в этом году, на следующий год, порядка 160 миллионов на докапитализацию нашей микрофинансовой организации, что позволит нашим предприятиям, предпринимателям, ну, как минимум 160 предпринимателям получить еще дополнительные микрозаймы. Благодаря льготным кредитам в республике увеличилось количество предпринимателей, отмечают в Министерстве экономического развития. Процентная ставка снизилась до 7,5%. Предоставлять микрозаймы до 5 миллионов рублей бизнесменам начнут 1 марта, когда вступят поправки в федеральный закон. В Чебоксарах местного жителя подозревают в организации незаконного игорного бизнеса. В отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с декабря прошлого года в помещении без опознавательных знаков в юго-западном районе столицы республики подозреваемый организовал деятельность закрытого игорного клуба, где проводил азартные игры среди ограниченного круга постоянных посетителей. Он набрал для этих целей соответствующий персонал, а также оборудовал салон необходимыми игровыми автоматами. В феврале этого года указанные противоправные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ Пучеларской республики в взаимодействии со следователем следственного управления Следственного комитета Пучеларская. Свою вину он в ходе допроса признал. В отношении него следователям избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Чебоксаро вновь после небольшого перерыва приехали известные артисты Антона Виктория Макарские. Число их поклонников растет. В столице они бывали уже не раз, но публика, перед которой супруги выступили, видела их впервые. Концерт артистов прошел в женской колонии Цивильска. Его организовал благотворительный фонд «Время помогать». Сегодня в женской Цивильской колонии необычный день. Сегодня здесь праздник. В рамках благотворительного концерта к ним приехали супруги Макарские. Антона и Виктория в исправительных учреждениях выступают не первый раз. Говорят, что несмотря на особенный контингент, не готовят чего-либо экстраординарного. Обычное выступление, вот только обратная связь крепче. Супруги рассказывают о своей жизни, общаются с залом и часто спускаются к зрителям. Макарских в колонии очень ждали. Специально к их приезду осужденные подготовили художественный номер. Глядя в глаза тем женщинам, которые сегодня были в зале, видя, как они принимают вот эти аплодисменты, которые были, это очень ценно, очень дорого. Вот ради тех эмоций, которые сегодня были, тех слез, которые были у некоторых женщин на глазах, того смеха, который часто раздавался сегодня, понимаешь, что ты не зря занимаешься той профессией, которую выбрал. Подобные встречи очень важны, считают сотрудники колонии. Данные концерты дают понять осужденным то, что они не брошены, то, что на свободе о них помнят, их ждут, и это придает дополнительный стимул тем, кто находится у нас в местах свободы, скорее освободиться и придать дополнительные возможности и стимул оказаться быстрее дома. Супруги сумели создать удивительно теплую и дружескую атмосферу. Зрители подпевали, смеялись и плакали. Главный секрет и успех выступления – любовь, отметили артисты. Когда любишь, а я живу в любви, я люблю мужа, я люблю детей, я люблю каждого человека, который сегодня в зале сидел, я каждому пела и каждому человеку сегодня, каждой женщине. И вот всем, кто сегодня был, я пыталась заглянуть в глаза и спеть лично, лично, со всей любовью. Зрители поверили в эту пару, в их любовь и в то, что все будет хорошо. Нам всем очень понравилось, я больше, чем уверена, осужденные. На самом деле, вот этот час, у нас есть осужденные, которые уже 10 лет за спиной, вот этот час, наверное, они на этот час, они забыли, что вообще сидят в зоне. Светлое ощущение надежды, что и у нас все будет хорошо. Есть счастливые люди, значит, можно быть счастливыми, значит, и мы будем счастливыми, если захотим это. Совместная работа Антона и Виктории Макарских с благотворительным фондом «Время помогать» продолжится. Их уже ждут в других городах страны. Стасскими! Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia в самом разгаре. На 18 площадках свое мастерство показывают маляры, кондитеры, парикмахеры. Наша съемочная группа решила посмотреть, как соревнуются участники площадки геодезия. Изучение местности, замеры территории и составление карт – основа основ любого строительства. Такая ответственная работа лежит на плечах геодезистов. На чемпионате WorldSkills эти ребята единственные работают на улице. Геодезистам не страшен ни дождь, ни снег, ни холод. А в любую погоду они выполняют свою работу. Два дня участники этой компетенции определяют координаты, вычисляют площадь, еще день на то, чтобы все занести в компьютерную программу и получить результат. В чемпионате WorldSkills принимают участие не только студенты. Даниил Иванов и Мария Федикова уже работают геодезистами. Мне нравятся условия работы, что я работаю в полевых условиях. Мне нравится, что я на природе целый день, не надо сидеть в душном офисе. Геодезия – одно из немногих направлений чемпионата, где участвуют парами. Даниил и Мария свои силы в конкурсе пробуют уже второй год подряд. В этом году они рассчитывают на победу. Получится ли у них выбиться в лидер и станет известно 1 марта, в день торжественного закрытия чемпионата WorldSkills. Именно тогда мы и узнаем победителей всех компетенций. Юлия Важенина, Бахтияр Вилеев, Республика. 28 февраля в столице Чувашии открывается 11-я межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2019». Она проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Картофельного союза России. Традиционное место проведения – торговый комплекс «Николаевский». Своё участие в выставке подтвердили 88 компаний из 21 региона. Традиционный партнер – Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени Лорха. В Чебоксарах состоится заседание научно-технического комитета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, научно-практическая конференция «Круглые столы», на которых обсудят развитие селекции и семеноводство второго хлеба. Важной темой станет развитие экспорта семенного и товарного картофеля. В шести павильонах будет организована торговля семенным картофелем. Состоится презентация отечественных и зарубежных сортов, дегустация блюд. Для удобства покупателей есть различная фасовка. Для социальной категории граждан будет организована помощь волонтеров и бесплатная доставка по городу. Это все новости на сегодня. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин